«Яко же он продал Христа на три десять сребрениц, и ты променил, проклятый враг, чудотворцев дом, да и мои грешные слова, на свое умное и сбойливое пьянство, и на умные, на глубокие пронырливые вражьи мысли. Сам сатана в тебя, врага Божьи, вселился. Кто тебя, сиротину, спрашивал над домом чудотворцевым, да и надо мною грешным властвовать? Кто тебе сию власть мимо Архиморита дал, что тебе без его ведома стрельцов и мужиков моих Михайловских бить?» Воспомяние евангельское слово «Всяк высокосердечный нечист пред Богом, у вражи проклятый, за что Деница с небесе свергнута, не за гордость ли? Бог не пощадил. Да ты же, сатанин угодник, пишешь друзьям своим и вычитаешь бесчестье свои вражьи, что стрельцы у твоей кельи стоят, и дорого добре, что у тебя, скота, стрельцы стоят. Лучше тебя и честнее тебя, и у митрополитов стоят стрельцы, по нашему указу, который владыка тем же путем ходит, что и ты, окаянный. И дороги ль мне твои грозы? Ведаешь ли ты, что опричь Бога и Матери Его, Владычице нашей Пресвятой Богородице, и света очию моею, чудотворце Савы, и не имею опричь той радости, никакой и надежды? То моя радость, то мое и веселье, и сила, и набрание против врагов моих, и не твои мне грозы, и своего брата, Государе, и те грозы, яка паучину, то есть паутину, вменяю. Потому, Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюсь, да за помощью Пресвятой Богородицы и за молитвою чудотворца Савы ничьи грозы не страшны. Ведай себе то, окаянный, тот боится гроз, который надежу держит на отца своего сатану и держит ее тайно, чтобы никто ее не познал, а перед людьми добр и верен, показует себя. Да и то себе ведай, сатанин ангел, что одному тебе и отцу твоему дьяволу, годна и дорога твоя здешняя честь, осадителю нашему, творцу небу и земли и свету, моему чудотворцу, конечно, грубны твои высокопроклятые и гордостные и вымышленные твои тайные дела. Ей не ложно евангельское речение. Не может раб двемя господинам работать, а мне грешному. Здешняя честь, акипрах. И дороги ли мы пред Богом с тобою? И дороги ли наши высокосердечные мысли? Доколе Бога не боимся? Доколе отвращаемся? Доколе не всею душою и не всем сердцем заповеди его творим? «Ведаешь ты, окаянный!» Сам, творяя заповеди Божьи с небрежением, проклят. И горе нам с тобой, и нашему, сбоеливому и лукавому сердцу, и злой нашей лукавой мысли, и люто нам будет в день ярости Господа Саваофа. Не пособят нам тогда наши заботливые и лукавые дела и мысли. Ведай себе и то, лукавый враг, как ты возмутил ныне чудотворцевым домом, да и моею грешную душой. Ей до слез стало. Чудотворец видит, что во мгле хожу от твоего сбоеливого сатанина ума. Возмутит тебя и самого Бог и чудотворец. Ведай себе то, что буду сам у чудотворца милости просить и оборонена тебя со слезами. Не от радости буду на тебя жаловаться, чем было тебе милости просить у Бога и у Пречистой Богородицы, и у чудотворца и со мною прощаться в грамотках своих. И ты вычитаешь бесчестия свои, и я тебе за твое роптание спесивое учиню то, чего ты вовек над собою такова позору не видал. Ты променил сие место чудотворцева на свое премудрое и лукавое, и на пьяное сердце, и на проклятые мысли. А меня, грешного, тебе ни дива не послушать здесь, потому что и святое место продаешь на свой злой нрав, а наоном веце рассудит Бог нас с тобою. А прич мне того, нечем с тобою бараниться. Да и то тебе возвещаю, аще нечистым сердцем покайшееся чудотворцу, и со мною смирися в злых своих роптаниях. Ведай, что без проказы не будешь, як Анамон утаился от Елисея пророка, так и тебе тоже будет аще единомысль утаиши у чудотворца. Да посем буди Богом нашим, Иисусом Христом, и причисто его матери, и чудотворцу Саввую, и мною грешным. Буди прогнан, и изреновен, и отлучен, со всяким бесчестием и бесстудием от всего места святого и чудотворца дому. И про че-че сию грамоту, и велите взятие его пред всем собором, як и врага Божья, и чудотворцева дому со всяким бесчестием, стрелцом, и велите положить на него чепь на шею, а на ноги железа, и велите Алексею его свесть, пережь себя стрелцом на конюшенный двор. И это письмо, подобное приведенному нами прежде письму к Никону в Соловецкий монастырь, вводит лучше всего в мир тогдашних патриархальных отношений. Пьяный казначей Никита прибил десятника стрелецкого. Царь велит наложить ему цепь на шею и железа на ноги. Но между тем, оскорбленный письмами Никиты, в которых тот позволил себе какие-то угрозы, выходит из себя и пишет к Никите, не скрывая тревожного состояния своего духа, зовет его на суд Божий, грозит наказанием свыше, пишет, что он, царь, никого не боится, потому что Господь, просвещение его, и Спаситель, за помощью Богородицы и за молитву Чудотворца Савы, ничьи грозы ему не страшны. В полугнева царь сдерживается религиозностью, которая заставляет его признать над собою и над Никитою высший суд, уравнять себя с ним. Царь пишет, что будет просить у Чудотворца обороны на Никиту, который так возмутил его душою, что до слез стало, во мгле ходит. Религиозность красила патриархальные отношения, сообщая им иногда необыкновенную умилительность и вместе величие. Таково известное нам письмо Нижнеломовского воеводы Пекина воеводе Хитрово. В Нижнем Ломове казаки знатно, что изменили. Поминай меня, убогого, да и великому государю извести, чтобы указал в синодик написать с женою и детьми. Великий государь был именно способен понимать и исполнять такие просьбы. Всего лучшее, прекрасная природа царя Алексея высказывалась в письмах утешительных к близким людям. Мы уже привели в своем месте письмо его к ордену Нащокину по случаю бегства сына его. В этом письме царь силу именно природы своей высоко поднялся над веком. В таком же роде и письмо князю Николаю Ивановичу Адоевскому по поводу смерти сына его. Да будет тебе ведомо судьбами всесильного и всеблагого Бога нашего и страшным его повелением изволил он свет взять сына твоего, первенца, князя Михаила. С великою милостью в небесной обители лежал огневою три недели безо двух дней. А разболелся при мне. И тот день был я у тебя, в Вишнякове, а он здрав был, подчивал меня, да рад таков, я его такова радостно, николи не видал. Да лошадью он да князь Федор челом ударили. Я молвил им, потоль я приезжал к вам, что грабить вас. И он, плачучи, да говорит мне, мне, де государь, тебя не видать здесь. Возьми, де государь, для ради Христа, обрадуй, батюшка, и нас, нам же и до века такова гости не видать. И я, видя их нелестное прошение и радость несуменную, взял жеребца темно-сера. Не лошадь дорога мне, всего путчи их нелицемерная служба, и послушание, и радость их ко мне, что они радовались мне всем сердцем. Да, жалуючи тебя их, везде был, и в конюшнях всего смотрел, во всех жилищах был, и кушал у них в хоромях. И после кушания поехал я к Покровскому тешиться в роще, в Карачаровске. Он со мною здоров был и приехал того дни к ночи в Покровское, да жаловал их обоих вином романею и подачами, корками, и ели у меня, и как отошло вечернее кушанье, а он встал из-за стола и почал стонать головою, голова де безмерно болит, и почал бить и челом, чтоб к Москве отпустить для головной болезни. Да и пошел домой. До той ночи хотел сесть в сани, доехать в Москву поутру, а болезнь-то его почала разжигать, да и объявилась огневая. И тебе, боярину, нашему и слуге, и детям твоим, через меру, не скорбить. А нельзя, что не поскорбить, и не прослезиться, и прослезиться надобно, да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать, и уподобиться б тебе и его праведному. Тот от врага нашего общего дьявола пострадал, сколько на него напастей приводил, не претерпел ли он, и одолел он дьявола, не опять ли ему дал Бог сына и черри, а за что? За то, что ни во устнах не погрешил, не оскорбился, что мертвы бышедейте его. А твоего сына Бог взял, а не враг палатую подавил. Ведаешь ты и сам, Бог все на лучшее нам строит, а взял его в добром покаянии. Не оскорбляйся, Бог сыну твоему помощник, радуйся, что лучшее взял, и не оскорбляйся зело, надейся на Бога и на его родшую, и на всех его святых. Потом още Бог изволит. И мы тебя не покинем, и с детьми, помня твое челобитие, их жаловали, и впредь рад жаловать сына его, князь Юрье, а отца рад поминать. А князь Федора я пожаловал, от печали утешил, а на вынос и на все погребальные я послал, сколько Бог изволил, потому что впрямь узнал и проведал про вас, что опричь Бога на небеси, а на земле опричь меня, никого у вас нет, и я рад их и вас жаловать. Только ты, князь Никита, помни Божью милость о наше жаловании. Как же Вова его жаловал, так и поминать рад. А прежде того, мы жаловали к тебе, писали, как жить мне, государю, и вам, боярам, и тебе, боярину нашему, уповать на Бога и на Пречистую его Матерь, и на всех святых, и на нас, великого государя, быть надежным, аще бы изволит, то мы вас не покинем. Мы тебе и с детьми, и со внучат, и по Бозе родители, аще пребудете в заповедях Господних и всем беспомощным и бедным по Бозе помощники. На то нас Бог и поставил, чтоб беспомощным помогать. И тебе бы учинить против всей нашей милостивой грамоты одноконечно, послушать с радостью, то и наша милость к вам безотступна будет. Под исподом грамоты еще написано «Князь Никита Иванович, не оскорбляйся, только уповай на Бога и на нас будь надежен». Но в письмах же царя Алексея патриархальные отношения являются беспрекрас, во всем своем непригожестве. Так в письме к стольнику Матюшкину царь пишет «Извещаю тебе, не то тем утешаюся, не то стольников беспрестанно купаю ежиутырь в пруде». Иордань хорошо сделана. Человека по четыре, по пяти, по двенадцати человек зато. Кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю, да после купания жалую, зову их ежеден. «У меня купальщики те едят вдоволь, а иные говорят, мы динароком не поспеем, так динас выкупают, ты за стол посадит». Многие динароком не поспевают. Наружность царя Алексея, как описывают ее иностранцы-очевидцы, много объясняет нам его характер. С кроткими чертами лица, белый, краснощекий, темно-русый, с красивую бородою, крепкого телосложения. Но между тем, преждевременная толщина, особенно живота, одряхляла его, несмотря на деятельную жизнь. Рано вставал он к утренней службе, иногда ночи проводил в горячих молитвах, ревностно занимался делами, ездил часто на охоту, которую любил страстно, не пропускал храмовых праздников в монастырских и приходских церквах. У него достало настолько энергии, чтобы решиться отказаться от отцовской жизни, покинуть московский дворец и выступить в поход. Сохранилось предание, что походы в Белоруссию и Литву развили Алексея, внушили ему более самоуверенности и переменили отношения его к окружающим. Он сделался самостоятельнее. Но энергия, как видно, поддерживалась успехом. Когда успехи кончились, то мы уже не видим более Алексея в челе войск. Замеченное отолстение, было ли следствием или причиной прекращения этой деятельности, решить трудно. Иностранцы-современники говорят о прекрасных дарованиях Алексея и жалеют, что эти дарования не развиты были наукою. Морозов мог только сочувствовать образованию, жалеть, что в молодости его не учили. Алексей прочел, как видно, все, что только можно было тогда прочесть на славянском и русском языках. Но сильно возбужденная духовная деятельность обнаруживалась в страсти писать. Сколько собственноручных писем, обыкновенно довольно длинных, записок, заметок, сохранилось после него. Алексей предпринял описание походов своих. Сохранилось несколько собственноручно поправленных им экземпляров. Чернений, как тогда называли, описание выступления войск из Москвы, отпуска воевод, речей, говоренных по этому случаю. Вероятно, моровая язва и последующие военные неудачи остановили дело. Наконец, царь Алексей пробовал писать и стихами. Таково письмо князю Григорию Григорьевичу Рамадановскому. Повеление всесильного и великого и бессмертного и милостивого царя, царем и государе, государем и всех всяких сил повелителя Господа нашего Иисуса Христа. Писах сие письмо всем многогрешный царь Алексей рукою своею. Писах сие письмо